Открытое письмо Оксане Пушкиной. Чьи интересы вы представляете в России? Статья на Регнуме за 27 декабря 2019 года. Мария Мамиканян. Анотация. И о Регнум публикует открытое письмо председателя РВС Марии Мамиканян к депутату Госдумы Оксане Пушкиной, которая яростно продвигает так называемый законопроект о семейном насилии, чтобы не оправдываться в пассе. Уважаемая Оксана Викторовна, в ходе пресс-конференции по законопроекту о домашнем насилии, состоявшейся в пресс-конференции МИДС-Известия 24 декабря, вы отметили, что законодательство о профилактике домашнего насилия уже работает в 144 странах, а в России такого закона до сих пор нет. А так как все страны договорились принять особое законодательство касаемо социального здоровья нации, такой закон необходимо разработать. При этом вы посетовали, что возможно вам придется оправдываться. Цитируем. То, что мы делаем, это очень трудно. Что касается Европейского суда, в январе мы едем в Страсбург, по всей видимости, если мы не разработаем законопроект, нам придется оправдываться. Мне придется оправдываться, защищать свою страну. Да, действительно мы работаем, но мы уже должны заработать. При этом вы указали, что являетесь не западным агентом, а занимаете пост спецпредставителя Госдумы во Всемирном банке по женскому предпринимательству и являетесь членом ПАСЭ. В этой связи хотелось бы уточнить, в чем вы видите основную задачу вашего членства в ПАСЭ. В том, чтобы отстаивать интересы Российской Федерации в Страсбурге, или в том, чтобы лоббировать интересы условного Страсбурга в России. Если первое, то как граждане Российской Федерации, интересы которых вы и должны представлять, спешим порекомендовать вам отметить в Страсбурге, что в России многое делается для поддержания социального здоровья нации и профилактики насилия, в том числе семейного. В частности, в целях профилактики правонарушений, совершаемых на бытовой почве и в сфере семейно-бытовых отношений, в 2018 году сотрудниками полиции проводилась индивидуально-профилактическая работа с и в именительном падеже Благодаря этому за 9 месяцев 2018 года на 11,6% снизилось число зарегистрированных бытовых преступлений до 66,9 тысяч. При этом за 9 месяцев 2018 года сократилось на 11,8% число тяжких и особо тяжких бытовых преступлений до 7,2 тысяч, в том числе убийств на 18%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 10,4%. Кроме того, перевод противоправного деяния побои, то есть насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий для здоровья, в случае, если они совершаются впервые из разряда уголовно наказуемых преступлений в разряд административных правонарушений, стал действенным привитивным инструментом предотвращения тяжких последствий указанных проступков. Да-да, перевод тех самых побоев, которые вы так мечтаете вернуть обратно в УК, осуществленные в 2017 году изменения в законодательстве, способствовали обеспечению неотвратимости наказания, производство по административным делам возбуждают органы полиции, а не суд, что проще и быстрее, если вы не знали, и снижению латентности данных противоправных деяний. Жертвы побоев могут теперь обращаться за помощью в правоохранительные органы, не опасаясь последствий для семьи в целом, и детей, последствий, связанных с уголовной судимостью виновного, который в том числе может лишиться работы. И результатом выведения из тени этих латентных случаев стало уменьшение тяжких и особо тяжких преступлений почти на четверть. Процедура привлечения виновного в побоях к ответственности также упростилась и ускорилась. Нарушитель может быть немедленно задержан полицией на срок до двух суток. Суд вправе принять постановление о назначении виновному меры наказания в виде ареста вплоть до 15 суток. То есть полиция получила возможность немедленной изоляции насильника от жертвы, реальной изоляции, а не предписания. То, что и нужно для защиты жертвы. Так что этой мерой вам можно отчитываться как достижением, а не требовать ее отмены и возврата всех побоев в УК. Все эти свидетельства, безусловно положительного эффекта перевода статьи по бою из УК РФ в Коап РФ, публично представлены специалистами МВД еще в начале 2018 года. Но ваша группа почему-то их не учитывает. Более того, дезинформирует наше общество и международные инстанции, утверждая, будто бы семейное насилие резко возросло. Также рекомендуем вам обратить внимание в Страсбурге на то, что уровень насилия в России, в том числе в отношении женщин, явно и сильно снижается. То есть для самой постановки вопроса о чрезвычайных мерах в России нет почвы. Так, по данным ГИАЦ МВД, общее число преступлений, сопряженных с насильственными действиями, составляло В 2015-м 367 тысяч, в 2016-м 343 тысячи, в 2017-м 258 тысяч, в 2018-м 245 тысяч, соответственно снижается и насилие в отношении женщин. По тем же годам его показатели соответственно 166, 171, 114, 107 тысяч преступлений, из них против женщин и из семьи преступника 35,9, 49,4, 25, 24 тысячи, из них от рук мужей 17,7, 27, 13,6, 13,4 тысячи. Отсюда же видно, что насилие против женщин в семье составляет не 80% от общего размаха насилия, о которых ваша группа голословно заявляет, а только 10%. Из них от рук мужей 5,5%. Хочется все же Оксана Викторовна, чтобы и у нас, и в Страсбурге было меньше неправды, нацеленной на уничтожение семьи. На всякий случай замечу, что это сведения по всему насилию, а не только по убийствам. Погибших женщин среди всех жертв преступлений не только в семье. В 2018 году было 8,3 тысячи. Из них в семейно-бытовых конфликтах тоже не только в семье. 253 женщины, 3%. Таким образом, действующие в России меры профилактики насилия оказывают положительный эффект. Рекомендуем вам, как депутату и члену ПАСЭ, предложить зарубежным коллегам изучить внимательно и внедрить у себя передовой, эффективный и реально работающий российский опыт. Что же касается мер и норм, содержащихся в законопроекте о профилактике семейно-бытового насилия, размещенном на сайте Совета Федерации, то они не только дискриминационны, коррупциогенны и несовместимы с презумпцией невиновности, это родовые черты законопроекта, не подлежащие устранению в правках, но и попросту не имеют научно доказанной эффективности. Западный опыт применения подобных законопроектов свидетельствует о том, что семейное насилие остается на том же уровне. Советуем ознакомиться с данными ООН по убийствам. А если верить статистике некоторых местных женских организаций, то насилие из года в год только растет, причем охранный ордер, на который столько упований, не уберегает от повторных актов со стороны абьюзера. Когда речь о реальном насилии, а не клевете, и в 11% этих повторных случаев привел в США к убийству жертвы, разъяренным насильником в браслете. Безусловно, проблемы насилия в России существуют, в том числе насилие в семьях, и с ним необходимо бороться, однако делать это стоит методами, доказавшими свою эффективность и не сопряженными с такими разрушительными издержками. По разным данным, до 80% семейного насилия в России связано с алкоголем или наркотиками, значит, нужно бороться с алкоголизмом. Часто насилие имеет место в семьях безработных, значит, нужно бороться с безработицей. Образцы девиантного поведения широким потоком льются на головы нашего населения с экранов телевизора и компьютеров, значит, нужно бороться за ограничения трансляции опасного контента. Хотя бы на телеканалах. Об этом кричит вся страна. Но вы, являясь зампредседателя Комитета Госдумы по семье, ничего не делаете в данном направлении. Видимо, тоже не в курсе. Но вернемся к вашим оправданиям перед Страсбургом. Кроме вышесказанного, рекомендуем вам вспомнить то, что вы, видимо, забыли, если до сих пор настаиваете на введении в законодательство России защитных предписаний. Вы можете гордо подчеркнуть в Страсбурге, что благодаря лично вашему депутатскому голосу в законодательство России уже внесены важные изменения, то есть в отмеченных выше успехах России в борьбе с насилием есть и ваш вклад. Не стесняйтесь этого, Оксана Викторовна. Во-первых, с 29 апреля 2018 года в Уголовно-процессуальный кодекс РФ введена и действует в настоящее время новая мера пресечения, статья 105.1 «Запрет определенных действий». Согласно этой статье суд может возложить на подозреваемого или обвиняемого следующие запреты. Первое. Выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя, либо на иных законных основаниях. Второе. Находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них. Третье. Общаться с определенными лицами. Четвертое. Отправлять и получать почтово-телеграфное отправление. Пятое. Использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть интернет. Во-вторых, с 27 октября 2019 года в закон о полиции введено и действует в настоящее время новое право полиции объявлять физическому лицу официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Вот это все вы можете и должны сказать в ПАСЭ. Если вы там отстаиваете интересы Российской Федерации, да и просто честны. Если же для вас членство в ПАСЭ сопряжено с отстаиванием интересов условного Страсбурга в Российской Федерации, то сообщаем, что это и значит быть иностранным агентом. И коль скоро вас так тяготит необходимость оправдываться в Страсбурге за суверенные решения Российской Федерации, то, быть может, вам стоит освободиться от этих обременительных обязательств. Быть может, Россию в ПАСЭ лучше представлять людям, которые не будут оправдываться, но станут защищать интересы нашей страны на международной арене, а не наоборот. Мария Мамиконян, председатель Общественной Организации Защиты Семьи Родительское Всероссийское Сопротивление от лица Центрального Совета РВС Открытое письмо Оксане Пушкиной. Чьи интересы вы представляете в России?